Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья, вот в прошлое воскресенье я обратился к учителям, а сегодня хочу обратиться к вам, дорогим родителям учеников. С днём знаний, дорогие родители! Вы снова в школе, только теперь не сами, а с вашими детьми. С ними, может быть, сетуете на большие задания и радуетесь каникулам. И для вас 1 сентября – это новый старт годового забега. Кто-то спокоен за своих детей, а у кого-то сердце сжимается в страхе. Как прожить ещё один год? Но такова жизнь. И каждый ребёнок уникален по своим способностям и возможностям. Умейте услышать детей, и пусть они преуспевают в чём-то одном, но до конца, по совести, и никогда в ущерб морали и нравственности. Человеческие качества наиболее ценны в жизни, поэтому для родителей первостепенно помочь своему ребёнку воспитать характер, волю и добродетель. При правильном духовном ориентире на добро, правду, дружбу и уважении к старшим, дети сами найдут мотивацию учиться, поймут, чем заниматься в жизни. Верьте, и ваши дети справятся. И, пожалуйста, помните, то, что вы заложили в своих детях в ранних годах, проходит испытание на истинность в средней и старшей школе, потому что ребёнок начинает пробовать жить самостоятельно. Не нужно сбивать его стремление, стремление к независимости, но нужно направить его к добродетелям и ненавязчиво помочь самому принимать правильные решения. При этом вы должны продолжать сами жить так, как всегда учили детей. И порой, несмотря на обидные слова ваш адрес, их дерзость, любите их, прощайте всем сердцем, но чётко держите ту высокую планку, которую задали себе. Зло называйте злом, ложь – ложью. Дайте детям понять, что ваш род так жил, и вы будете продолжать добрые традиции. Я вам желаю много терпения и мудрости. Мой личный опыт показывает, что в самых сложных ситуациях первое, что нужно делать – это молиться за ребёнка, просить Бога сохранить его в чистоте, уберечь от опасностей, отвести от неблагонадёжных людей, указать Ему его собственный путь. Никогда не пренебрегайте советами педагогов. Учитель – ваш первый помощник в деле воспитания. Вы обретёте в нём союзника, и учителю легче будет понять вашего ребёнка. Жизнь очень часто ставит перед нами сложные задачи. И чтобы решить их правильно, нужно помнить, что человек – это образ и подобие Божие. И нужно внутренним взором уметь видеть в ребёнке, в учителе, в себе те качества, которые приближают к Богу, к святости. А всё, что отводит от Него, – исправлять в себе, а детей наставлять. Неблагословно и примером. Простите, что поздравление получилось в назидательном тоне. Но мне, как и вам всем, очень хочется, чтобы Новый учебный год был интересным, радостным и полезным для всех. В добрый путь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова